Для поклонников доктор Шлягер, для друзей просто Добрыня. Мэтро отечественной эстрады Вячеславу Добрынину 70. С юбилеем композитора и певца поздравил Владимир Путин. Репертуар и маэстро более тысячи песен, а каждый из них можно сказать словами самого автора. Это музыка, от которой так хочется жить. Репортаж Екатерины Березовской. Здесь очень важно покатить. Вячеслав Добрынин так соревнуется сам с собой. Говорит, в спорте, как и на сцене, всегда сам для себя поднимал планку. Хотя, кажется, куда выше. Больше тысячи песен, без малого два десятка альбомов. Но, уверяет, подводить итоги не время. Время нанести удар по всем круглым датам, шутя. Стар. 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 Суперстар. Суперстар Добрынин. Он же доктор Шлягер, он же Вячеслав Антонов. Настоящую фамилию пришлось поменять, когда пришла популярность. Один певец Антонов уже был. Замену придумал легко. Друзья называли Добрыней за богатырское телосложение и низкий, хрепловатый голос, как из сказок. Теперь вы все, моя родня. Красиво было. Девчонкам нравилось, это я точно знаю. Но это самое главное, чтобы девчонкам нравилось. Нравилось, мягко сказано. Добрынин чуть ли не главный мачо советской эстрады. Популярностью слабого пола еще со студенческих лет, когда учился в МГУ. И старался хоть немного походить на пола Маккартни. Это потом. С кумиром он обнаружит еще одно сходство. Сочинять музыку во сне. Признается, такое, конечно, случалось редко, но все же. Когда уже появляется какая-то цепочка каких-то звуков в себе, я встаю, так тяжело, иду к инструменту, вот ей-богу, и начинаю вот это воспроизводить на рояле, да, и думаю, а что же я это все равно забуду. Беру монитофон, вот такая практика, маленький такой, включаешь и записываешь. «Прощай среди снегов, среди зимы, никто нам летом не вернет». «Прощай, прощай». Он не удивляется, когда его песни путают с народными. «Мабушки, бабушки, бабушки, бабушки». Или когда фразы из припева принимают за поговорки. Но если без шуток о самой глубокой своей ране, которая никогда не заживет, он и сейчас вспоминает со слезами на глазах, потому что отдал бы все, чтобы мамин голос услышать снова. «Она мне вырастила одного, одна, и это не только благодарен, это просто все, что есть у меня, как в песне. Все, чтоб в жизни есть у меня». «Все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все, это все ты». «Радость каждого дня для него – любимая жена Ирина, муза и помощник во всем». «Это моя такая вот спина, за которой я как за каменной стеной». «Такая дедуля». «Радость – это дочка и внуки, которых редко видят и очень скучают. Это пластинки, которые по-прежнему бережно хранят миллионы по всей стране. Признается, когда просят подписать, чувствуют себя лет на 30 моложе». Екатерина Березовская, Ольга Коваленко, Илья Марин, Дмитрий Попков и Наталья Стойнова. Первый канал.